Волшебные сани, олени, сказочные звери, елка, дедушка Мороз и снегурочка. Чего только не встречишь на участке семьи Перковых. Украшать дом стала доброй традицией, которая передалась им еще от родителей. И вот уже на протяжении 8 лет они принимают участие в конкурсе «Белгород новогодний». Днем 18-й дом по улице Горовца ничем не отличается от остальных. Но как только на улице темнеет, вы попадаете в настоящую сказку. На ее создание ушло более километра гирлянд и более тысячи игрушек. Особая гордость – часы, сделанные своими руками. Вдохновились песней пять минут, поэтому очень захотелось воплотить ее в жизни и сделать часы. Поставили их как раз как песни «Без пяти двенадцать», символизируя Новый год. Добавили еще елочку для зверят, сани сделали, чтобы олени везли сказку к нам вместе с подарками. Создавали сказку всей семьей. Работали более двух недель. Двери волшебства всегда открыты. Сюда приходят соседи с детьми и приезжают даже из других микрорайонов. Дети всегда грустят, когда заканчивается чудо. В прошлом году была такая ситуация интересная. Я стоял на дереве, снимали все украшения. И проходила по улице бабушка с внучкой. Внучка, непонятно почему, начала реветь. Реветь очень-очень сильно, слезы градом. Мне сверху было видно, что ничего не произошло с ней, но она расстроилась очень сильно. И когда они подошли ко двору, ко входу во двор, она спросила, то есть скажите, а в следующем году будет ли сказка? То есть вот это вот первый вопрос, который был, это тронуло просто до глубины души. На Сумской в конкурсе участвуют все. Здесь у каждого дома свой сюжет. У кого-то во дворе появился елочный городок, в других из окон выглядывают снеговики, снегурочки и шарик из простоквашина. Украшают свои дома и дарят всем прохожим праздничное настроение на этой улице уже 10 лет. Ой, началось просто, вот, хотелось для себя, для души сделать праздник. А потом для людей, люди останавливаются, фотографируются, радуются красоте. Правда, вот, люди радуются, благодарят. Принял участие в конкурсе и центр образования номер один. Украшали школу все вместе. На окнах морозные узоры, на стенах гирлянды, во дворе символы 21-го года. Прежде всего, это такое вдохновение нашего коллектива, ежегодно участвовать в таких вот праздничных мероприятиях. Белгороду новогоднему уже более 10 лет. И с каждым годом участников становится все больше. А придуманные образы все интереснее. Прикоснулись к волшебству 49 домовладений, предприятий и организаций. Именно столько заявок поступило в этом году. Семь номинаций и масса идей, как подарить белгородцам праздник. Дорогие белгородцы, не пожалеете немножко денег. Это немножко, но зато ваш дом будет сразу улыбаться вам. И все будут радоваться, и дети идут радуются, и взрослые радуются. Это приятно. Люди с хорошим настроением едут на работу. Итоги конкурса подведут к концу января. Призеры получат дипломы, премия от 10 до 35 тысяч рублей. Призовой фонд более полумиллиона. Элла Машир, Александр Поддубный, Белгород Медиа.